Эта трогательная встреча стала огромным сюрпризом для профессора из республики Кореи Ли Санг Чана. Уже 25 лет он дарит счастье тем, кто уже не верил, что в их семье будет ребенок. Но эти малыши доказывают, невозможное возможно. Я невероятно рад. Я так благодарен за эту встречу. Мои чувства, как доктора, за такие достижения, когда я вижу пациентов своих с детьми, чувства захватывают меня, как профессора. Потому что это достижение, это труд, настолько кропотливый и долгий и тяжелый. И с другой стороны, очень тяжело, когда у пациентов случаются неудачные попытки. Клиника профессора Ли Санг Чана на данный момент единственная в Южной Корее, занимается исключительно вопросами вспомогательных репродуктивных технологий и входит в десятку лучших в стране. Специалистам клиники Сехва удалось достигнуть высоких результатов. Возможности успешного ЭКО до 35 лет в парах почти 60%, после 35 лет – 45%. Такая статистика положительно выделяется среди мировых клиник. Своим бесценным опытом профессор приехал поделиться со специалистами медцентра «Примавера». Эмбриологический этап, который осуществляется в этой клинике, достойен уважения. Это высочайшего класса эмбриологи, которыми профессор гордится. И они представляют свои результаты всему сообществу на Востоке, в Японии. У него только состоялась поездка в Японию три дня назад, обмен в очень большой крупной университетской клинике. За мировым опытом коллег-репродуктологов врачи Центра «Примавера» внимательно следят и всегда готовы не только делиться своими знаниями, но и продолжать учиться самим. Ведь достижения в области медицины они с успехом применяют в отношении своих пациентов. Не все есть у нас здесь на территории Приморского края, хотя у нас есть клиники, которые успешно этими вопросами занимаются. Но то, что происходит параллельно в клиниках Южной Кореи, в частности в клинике Сехва, это, повторю, достойно уважения и возможности перенимать вот этот опыт, который они нам привезли. В России 20% бесплодных браков. В чем причины и каковы самые эффективные пути их решения? На эти и другие немаловажные вопросы специалисты ответили в рамках школы-семинара «Бесплодию наперекор». В частности, медики отмечают, что основными причинами бесплодия чаще всего являются перенесенные воспалительные заболевания органов малого таза, которые вызывают спаечные процессы и патологии маточных труб. А вот эндокринное бесплодие сложнее поддается лечению. Таких пациентов лечат совместно. Гинеколог-эндокринолог, эндокринолог, уролог-андролог. Некоторые пары воспользовались уникальной возможностью лично задать вопрос профессору Ли Сангчану. Мой принцип работы всегда был построен на доверии. Пациент должен встретить того специалиста, которому будет доверять. Именно от этого зависит многое, зависит дальнейший успех. Доверие – самый первый принцип успешности экстракорпорального оплодотворения. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.